Вы устали от того, что постоянно задаетесь вопросом, почему та самая человек, которого вы так сильно ищете, до сих пор не появился в вашей жизни? Возможно, есть преграды, которые мешают встрече с вашей родственной душой. Важно понимать, что если вы окружены отвлечениями и соблазнами, Бог не облегчит встречу с этим особым человеком. Позвольте мне пояснить, следование мирским путям и вовлечения в романтические отношения с кем-то, кто уже обязан, конечно же, не приведет к посланию от Бога о супруге, который был бы предназначен делить с вами жизнь. Поэтому не стоит возлагать на Бога ответственность за наши ошибки и неправильные решения. Я понимаю, могут возникать вопросы, например, что делать, если вы влюбитесь в кого-то, кто уже состоит в браке? Ответ ясен и прям в священных писаниях – не прелюбодействуй. Поэтому важно не искажать божественные слова, чтобы они служили оправданием для наших собственных действий. Бог не изменен в своих заповедях и не изменит их просто, чтобы угодить нашим отвлечениям или мимолетным желаниям. Он никогда не отправит вам супруга другого человека, независимо от интенсивности ваших чувств. Если ваше искреннее желание найти подходящего человека для совместной жизни, важно избавиться от препятствий на вашем пути. Отойдите от отвлечений и соблазнов, посвятите себя укреплению своего отношения с Богом. Доверьтесь Ему, что Он в свое время приведет к вам подходящего человека. Этот процесс требует терпения, фокуса и твердой приверженности вашим духовным ценностям, обеспечивая, что ваши действия соответствуют более высокой цели, которую Бог имеет для вашей жизни. Таким образом, вы будете почитать Бога и готовить почву для получения благословения истинных и благословенных отношений. Помните всегда, что у Бога тщательно продуманный план для вашей жизни, и Он готов осуществить настоящие чудеса в области вашей любовной жизни. Тем не менее, важно понимать, что одна из великих преград в поисках вашей родственной души возникает, когда напряжение создает барьер эмоционального удаления между вами и вашим партнером. Да, это именно так, как вы слышали. Мы не говорим только о физическом расстоянии, которое само по себе уже вызывает трудности, но и о более сложном и тонком эмоциональном удалении. Может случиться, что он физически рядом с вами, занимая одно и то же пространство, но эмоционально он кажется на миле далеко. Взаимодействие в таких обстоятельствах, подобно разговору со стеной, ваши слова-отголоски без какого-либо эмоционального ответа. Та глубокая и магическая связь, которая раньше определяла ваши отношения, кажется рассеявшейся, оставляя за собой лишь напряженную и стрессовую обстановку. Может показаться, что существует невидимая сила, которая пытается создать разделение между вами, и важно понимать, что, до некоторой степени, ни вы, ни он не являетесь настоящими виновниками этой ситуации. На самом деле это духовная борьба, в которой противник, часто называемый дьяволом, пытается удержать вас двоих на расстоянии друг от друга. Это восприятие может быть довольно тревожным и вызвать ощущение смятения, но важно сохранять устойчивость и не позволять этим негативным силам победить. В такие моменты ключ к преодолению этих проблем заключается в никогда не сдаваться в борьбе за любовь и единение. Вы должны обратиться к молитве, искать силы и божественную мудрость, открыто и искренне общаться с ним, и постоянно стремиться найти способы эмоционального воссоединения. Эмоциональное воссоединение необходимо, потому что это то звено, которое истинно объединяет сердце и укрепляет эмоциональные связи, даже в условиях препятствий. Поэтому настойчиво продолжайте и не сдавайтесь. Не дайте дьяволу или любой другой негативной силе победить в этой борьбе. Продолжайте бороться упорно за ваши отношения, потому что победа на эмоциональном поле является ключевой и глубоко трансформирующей. Помните, что взаимопонимание между партнерами не является временным, когда оно установлено истинно, оно становится постоянным основанием для отношений. Когда кто-то действительно понимает ваши эмоции, это понимание не теряется со временем. Вы когда-нибудь были в отношениях, где он кажется совершенно неспособным справиться с вызовными ситуациями? Представьте те моменты, когда перед реальными трудностями он просто принимает позу, как будто ничего необычного не происходит. Это отношение может быть крайне разочаровывающим, особенно когда вы настроены строить общую жизнь и надеетесь на его поддержку в критические моменты. Когда он выбирает игнорировать препятствия, уклоняясь от ответственности вместо их преодоления, это не только вызывает чувство изоляции, но также сигнализирует, что, возможно, происходит что-то более глубокое и проблематичное. Может быть, он справляется с сложными личными проблемами, которые не раскрыл, или, может быть, в отношениях существуют динамики, порождающие напряжение и конфликты. Независимо от конкретных причин, важно, чтобы вы оставались бдительными и внимательными к изменениям поведения и сигналам того, что дела идут не так хорошо. Поведение ухода во время стресса может быть защитным механизмом, неспособностью справляться с эмоциональным дискомфортом или даже указанием на недостаток эмоциональной зрелости для совместного преодоления жизненных вызовов. В эти моменты крайне важно не только наблюдать, но и действовать. Открытое общение о ваших беспокойствах и ожиданиях может помочь начать необходимый диалог о том, что каждый из вас нуждается и ожидает от другого в отношениях. Обсуждение того, как оба могут лучше поддерживать друг друга в трудные времена, имеет важное значение. Если он продолжает уходить, когда ситуации требуют конфронтации и совместного разрешения, такое поведение со временем может подорвать доверие и стабильность отношений. Поэтому оставайтесь внимательны и вовлечены. Тщательное наблюдение и открытое общение необходимы для понимания корней проблем и поиска решений. Важно замечать, когда динамика отношений начинает меняться к худшему и вовремя реагировать на эти проблемы, прежде чем они станут непреодолимыми. Если он действительно намерен быть вашей второй половины, человеком, который будет рядом с вами и в хорошее, и в плохие времена, он останется крепко рядом с вами, независимо от препятствий. Естественно, неизбежно возникают моменты испытаний, когда обоим может захотеться сдаться. Однако, если вы сможете справиться и преодолеть эти периоды вместе, отношения не только выживут, но и станут значительно сильнее и устойчивее. С другой стороны, если он постоянно предпочитает отступать, когда возникают трудности, это может указывать на фундаментальную проблему в основе отношений. Если такое поведение становится образцовым, важно рассмотреть возможность переоценки долгосрочной устойчивости этого союза. Здоровые отношения требуют, чтобы оба партнера были готовы преодолевать вместе бурю, а не только разделять моменты спокойствия. Кроме того, важно развивать навыки открытого и эффективного общения. Готовность извиняться при необходимости, ясное выражение своих потребностей и чувств, а также посвящение качественного времени друг другу являются основами для построения и поддержания здоровых и любящих отношений. Не недооценивайте значения маленьких жестов и разделяемых моментов, так как они являются основой, на которой держатся отношения в трудные времена. Практика этих принципов в вашем отношении позволит вам преодолевать препятствия с большей легкостью. Кроме того, с помощью Божьей и поддержки вы найдете дополнительные силы для преодоления трудностей. Поверьте, что совместными усилиями, общением и взаимной поддержкой нет ни одной проблемы, которую было бы невозможно преодолеть. Поддержка Бога может быть мощным ресурсом, освещающим путь и приносящим надежду и обновление даже в самые тяжелые времена. Поэтому, если вы находитесь в отношениях, отмеченных неискренностью, критически важно взять на себя инициативу и начать откровенный разговор с ним. Доверие является основой, на которой строятся все здоровые отношения. Без него фундаменты отношений обречены на хрупкость и в конечном итоге на разрушение под весом подозрений и недопонимания. Когда доверие преобладает, становится гораздо сложнее для внешних негативных сил, таких как соблазны или даже так называемый «дьявол» создавать разделение между вами и вашим партнером. Поэтому крайне важно отказаться от любой практики лжи и посвятить себя установлению крепкого основания честности и взаимного доверия. Он рядом с вами, ожидая, что вы предпримите этот жизненно важный шаг для удаления препятствий, мешающих росту и счастью обоих в отношениях. Помните, что часто личные неуверенности и прошлый опыт могут заставить нас недооценивать свою собственную ценность и стремиться заполнить пустоту тем, что мы считаем быстрыми или легкими решениями, такими как скрытие правды. Однако крайне важно верить в себя и признавать ценные сокровища, которые Бог вложил в вас. Библия учит нас тому, что Бог знал нас еще до нашего зачатия и что Он вложил в нас свои вечные сокровища, предназначенные для обогащения нашей жизни и духа. К сожалению, многие люди теряются в поверхностных и мимолетных заботах, таких как сексуальный опыт, влияние романтических фильмов и показы ласки в социальных сетях, которые, хотя и могут казаться значимыми, глубоко далеки от божественного назначения для брака и долговременных отношений. Эти современные отвлекающие факторы часто отвлекают наше внимание от того, что по-настоящему важно и долговечно в отношениях. Брак, как учат писания, является священным и глубоким союзом, выходящим за пределы простого удовлетворения личных желаний или социального статуса. Это духовное партнерство, предназначенное для развития любви, уважения, обязательства и взаимного роста. Поэтому крайне важно обращаться за руководством к Богу и внимательно слушать Его голос, когда дело касается таких значимых вопросов, как брак. Брак является одним из самых решительных решений, которые вы примете в своей жизни, определяя ваше будущее. Это выбор, который заслуживает вашего всего внимания и мудрости. Крайне важно помнить, что Бог не будет насильственно втягивать нас в отношения, которые не подходят нам. Его план для нас всегда самый лучший, особенно когда речь идет о взаимоотношениях. Хотя у нас могут быть свои собственные желания и планы, важно придать приоритет воле Божьей. Он знает наши самые глубокие желания и проведет нас к партнеру, который дополняет нашу жизненную путь. Не унывайте и никогда не соглашайтесь на то, что ниже вашего достоинства. Полностью доверяйте времени и божественному намерению, потому что Он всегда направляет наши шаги в нужном направлении. Удерживайтесь в вере, потому что лучшее еще впереди. Позвольте этим словам проникнуть в вас на мгновение. Помните, что вы любимы и защищены Вселенной. Наберите 555, чтобы принять это сообщение и благословение, которое оно несет с собой для вас. Оставьте положительный комментарий для других зрителей, которые также могут нуждаться в дополнительной позитивности в своем дне. Вселенная рассматривает это как акт доброты, который питает цикл хорошего кармы. Вы распространяете позитивность и получаете благословение Вселенной взамен. Давайте продолжим вместе до нашего следующего момента любви, мира и утешения. Аминь.